Включился неожиданно, без предупреждения, и поэтому я даю время, чтобы народ увидел свои вещи. А от других зрителей, тех, кто уже включился, прошу перепостить, прошу распространять эту мысль, эту глагую весть. Страничка, там пересылать кому-то приглашение. И пока я жду, немножечко сосредоточен на том, что перепост делаю, технические детали, включаю, как обычно, запись. Как раз на подходящий начальник. Сейчас я перехожу на неторопливый язык. Ночью, вечером, сновидением. И понемножку я собираю темы, которые по одной разбивают общую тему развития души, исцеления душевных ран, обретения даров, связанных с нашими жизненными неприятностями, раскрытия потенциалами, ночных практиками, дневных практиками, психотерапии. Сейчас. Вместе с природой я следую за ее жизнью. И продолжаю тему вчерашнюю и сегодняшнюю. Говорю о том, что здорово, потрясающе, увлекательно и удивительно полемно развивать координацию. Координацию между желанием и мыслью, ощущением, эмоциями, действием. Развивая эмоциональный интеллект, понимание своих процессов, потрясающего потенциала, энергии, жизни. Научается переключаться от одних эмоций, от одних переживаний от других. Обретать энергию и силу от того, что нам показалось чем-то любить, желательно. И сейчас разрешаем бороться с природой. Мы оседлаем этот вирус. Это принтем, о котором я говорю, помогает сонастроиться. С умиротворением от глубиной, с потребностью отдыхнуть. Мы такие чешные вещи. Это принтем, о том, что нам показалось, чем-то любить, желательно. Ну что же, добрый вечер. Надеюсь, вы догадались, что это была запись на такую же тематику. Для того, чтобы вернуться к вот этому самому настроению, снова включу этот шум волн. И приглашу слушателей и зрителей поучаствовать. Включиться в эту игру и распространить ее. Поделиться, делать репосты. Приглашаю туда тех, кому это может быть интересно. Таких же полуночников. Хотя, как это не удивительно, я живу в другом времени, в другом пространстве. Как будто бы просто на западном полушарии. Прямо сейчас. Но по факту, можно поиграть в игру, что мы не так много знаем о мире и о волшебности. Но мы помним об этом. И для того, чтобы поддержать эту игру в архетипе и байке на ночь, я предлагаю воспринимать меня не только ушами, но и слушать меня телом. Слушать вибрации, отзывающиеся на голос, на подъемы и спады. Слушать отклик эмоциональный, душевный, каким бы он ни был. Позволить себе быть в какой-то степени убадюканными этим потрясающим ритмичным звуком воды, мое, океана. Позволить себе уплывать в фантазиях. Позволить себе уплывать в фантазиях, воображая себе все, что ассоциируется с этим. Я продолжаю тему развития координации. Вот той самой полезной, потрясающей гитмабельности, способности входить в состояние и чувствовать, что с вами происходит. Управлять своим потрясающим инструментом чувств телесности, эмоций и реакций. Спасибо. И осваиваться в состояниях между бодрствованием и сновидениями, там, где происходят чудеса. В терапии мы знаем, именно в этих состояниях происходят перемены, удивительные перемены. И это тончайший инструмент способности играть на своих душевных нитях. Он субъективен, иррационален, метафоричен. Но именно эти инструменты делают нас счастливыми, помогают нам понимать, что мы делаем, зачем мы вообще проживаем эту жизнь. Наполняют смыслом, силой, энергией и удовольствием. И намного сильнее управляют нашей жизнью, чем условно-предполагаемо-важные обстоятельства. И так же, как наша генетика прошита нашим неким кодом, генетическим кодом, так же она прошита историями, которые формировали сообщества и ценности испокон веков. Истории, которые мы сочиняли и пересочиняли. И расслабляясь под этот ритмичный шум воды, можно позволить воображению гулять, играть, представлять что-то, воображать. Одновременно с этим, слушая меня, как рыбак, выхватывать, что вам из этого важно и интересно. Охотиться на открытие. И чувствовать отклик. Эмоциональный отклик. В ощущениях тела. Все мысли связаны с определенным ощущением. Как злость часто ассоциируется с ощущением сжатых челюстей, напряжения в кулаках, приподнятых плечах. И импульс, движение, связанное с ним, как будто мы поднимаем руки, чтобы на пастель защититься. Так любое слово вызывает поток переживаний и ассоциаций. И когда на тренингах мы изучаем язык тела, наблюдаем друг друга, мы видим, что тело никогда не неподвижно, если человек здоров. Каждое движение, как будто бы неловкие почесывания, это проявление переживаний, мыслей, волнений. Мы все время живем. И ночью, когда мы погружаемся в сон, закрываем глаза, из этих ощущений, этих микродвижений разворачиваются свои сны и драмы. И обыденное нечто, когда нам кажется, что-то мне не так, что-то мне не по себе. Вдруг оказывается, что я веду внутри себя диалог по поводу совершенно конкретной темы. Мне бы сделать выбор, а я боюсь, что он приведет последствия. Но мы его не осознаем, мы чувствуем муторошность такую. Но если мы погружаемся, то из-за чего эта муторошность? Слушая этот диалог и представляя, как не просто мы аргументируем, но мы с кем-то беседуем, кому-то доказываем, перед кем-то оправдываемся. Все это внутри воображения. Если мы присматриваемся к этому, то мы видим, что это не просто внутренний диалог, а театр со зрителями, режиссером. С кем-то, на кого мы пытаемся произвести впечатление или чего-то скрыть от них. И это все происходит внутри, лишь во сне. Когда отключается внешний свет, погружаемся в это, это разворачивается в визуальный ряд. Просто превращается в визуальный ряд. И мы условно говорим о дневных сновидениях, ночных сновидениях, но это все одно, а мы все время фантазируем. Наивные люди пытаются абстрагироваться от фантазирования, как от чего-то несерьезного. И как я говорю о Гюнхаузе, все глупости, самые большие глупости мира делаются с этим серьезным лицом. И в этом есть намек и на то, что фантазия это нечто, что ткет нашу жизнь, как те же самые сновидения. Мы тот же материал, что наши сны. И сном окружена вся наша маленькая жизнь. Из сновидениях выходят сценарии жизни. И об этом много говорят в транзактном анализе, венгеанском анализе. Мы обнаруживаем, что истории, которые передавались из поколения в поколение, слова, которые говорились нашим родителям, переплетаются со сказками нашего детства, входят в наши сновидения. И уже говорят так много о нашей судьбе, как не говорит никакой анализ и никакой тест. О судьбе, о самом главном, о потрясающем. Сказки, на которых мы выросли, сюжеты, которые всплывают, они всплывают во все моменты, когда возникает неопределенность, стресс, волнение. И я знаю, как психотерапевт, как в ядре большинства неврозов вылазит один из главных демонов. Вот этот самый трехголовый дракон и одна из главных голов его. Я знаю, что это страх перед неопределенностью. Я не знаю, как поступать, я не знаю, что делать, я не знаю, чего это приведет. А-а-а, ужасно! Мне нужны сценарии, мне нужны штампы. Мне нужно понимание, что это значит. И психотерапия мы отлично знаем в те моменты, когда понимание – это как приз для дураков. Ты хочешь понять или ты хочешь, чтобы что-то изменилось. Иногда понимание проявляется, как открытие и освобождение. И на этой досадно-позитивной ноте я предлагаю вам проникнувшись идеей вот этих самых сновидений, сказок, архетипов, почему они объединены, что ваша фантазия подскажет, что объединяет эти вещи. Почему они в одном пакете, байки на ночь. И почему здесь же упражнения для подготовки к терапии. Поставление, активация и так далее. Включить вашу фантазию, пусть ваш ум начнет работать, предлагая разные решения почему. Но в то же время, мне интереснее то, что мы можем запустить сразу несколько механизмов. Размышляя, мы можем чувствовать, прислушиваясь к мелодике голоса, быть убаюканы вот этим самым ритмом, шумом моря. Расслабляться и отпускать воображение, любые образы. И ничего страшного, если то, что я говорю, не укладывается в единую цепь переживаний, событий и логику. На то оно и рассчитано. Это же изложение, подобранное для ночной темы. Байки в ночь. Одна, другая, открыта дверь. Третья, не закрыта первая. И ничего страшного, если ваш внутренний контролер волнуется и говорит, мне нужно понять конкретно, дать определение. Отпустите. Дайте себе возможность расслабиться и ждать, что вы выхватите то, что вам важно, погрузившись в фантазии, как бы понадеявшись на внутреннюю мудрость. Поиграв в эту игру. Моё внимание выберет то, что мне важнее. Я пойду и за приятным, и за любопытным. Без лишнего напряжения и волнения. Если бы вы, думая о сновидениях, могли выбрать себе сон, в который вы хотели бы войти сегодня ночью. Какой бы был этот сон? Волшебный или полезный? А может быть страшный или приятный? Представьте себе и подумайте. Позвольте себе выбирать не только разумом, но и душой. Бояться страшных, страшных снов не страшно. Это нормально. Далеко не все осознают, как понимаем мы психотерапевты, насколько потрясающе ценные и важные страшные сны. Сколько в них удивительных открытий и пользы. Как минимум простое. Отыграть напряжение дня. То, что связано с бессилием днём. Показать, отразить конфликт, который трудно признать. Выплеснуть напряжение. И погрузившись в него, испытать те чувства, которые так вот нарастают изнутри. И сон призывает нас выйти из ступора. Как страшные сны, так страшные сказки. Существует не как атовизм. Если поверить фантазию, что все они мудры по своей природе и не с простами всегда существовали, и дети любили, и взрослые любят страшные сказки, во многом мы учимся переживать сильные эмоции, выплескивать напряжение, адаптироваться к этим переживаниям жизни, чтобы в реалиях эти эмоции не погружали нас в ступор. Потому что вместе с героями этих сказок мы переживаем их, продумываем разные варианты развития события. Вместо того, чтобы от ужаса впасть в ступор, и быть беспомощным, идентифицируясь с героями или наоборот, фантазируя там, а я бы на его месте, мы протапкиваем дорожки. Потрясающе. Мы осваиваем новые способности. И в психотерапии мы отлично знаем, что именно страшные сны сопровождают моменты трансформации, инициации, перехода, жизненного перехода, ужасающие вещи. Особенно сны с ума, со смертью, с гробами. Они потрясающие. Они говорят о том, что ну вот, ты почти готов. Ты готовишься к тому, что пришло время измениться и выбросить свои чемоданы без ручки. Да, бывают моменты в жизни, когда, как есть невозможно, а как будет непонятно и страшно до неимоверности, кажется невозможно. И чтобы не застрять посредине, что-то духовное, душевное, демоны нас толкают. Давай! Заставляя нас сдохнуть. В снах, в переживании. Желание пережить это, примириться с тем, что от чего-то приходится отказаться, к чему-то идти. И неужели же вы не полюбите эти самые страшные сны? Эти ночные кошмары? Но есть еще потрясающая вещь, которую мы научились у сновидений. О том, что такое проекции. О том, что наш мир во многом наше отражение. И то, что мы себя ни сколько не знаем. Ты человек, который привык идентифицировать себя в жизни с маленьким сусликом, маленьким среди взрослых. В исследовании сновидений вдруг обнаруживает, что да, есть. Я понимаю, что я являюсь всеми персонажами моего сна в определенном смысле. Чувственно и эмоционально. И когда я прячусь от ужасов, стучащихся, ломящихся в мою дверь, где-то в уголке своего домика, я думаю, что я тот, кто прячется. И только потом я осознаю, что я и комната, и тот, кто прячется, да, это я. Но и тот, кто ломится, это тоже я. Это я. Я сильный, оказывается. Я злобный, оказывается. Это потрясающий, доминирующий. И еще третья, и другая, и четвертая сила. Это многомерность. Я намного глубже, многограннее и больше. И неоднородный. И после этого можно, конечно, думать, что я маленький суслик, меланхол. Это просто мой темперамент. Но сны показывают нам, что мы намного больше. Показывают нам нашу потрясающую глубинную силу. Как будто в шаманской культуре мы спускаемся в нижний мир, знакомимся со своим жестоким животным силы. Да, так оговорочки жесток. В низком, земном, подземном, устрашающем, демоническом какой-то степени мире. Где, именно где, там именно мы черпаем силу. В каком же сне бы вы хотели оказаться? Учитывая то, что вам нужнее всего на данный период времени. Во сне, в котором будет вдохновение, в котором будет фантазия или ответ на какой-то вопрос. Подсказка. И можно сыграть в игру. Прикинуться спящим, как в детстве, ожидая Оли Лукоя. Помните этот волшебный старичок, который дарит сновидение? Представите его, образите его. Какое у него выражение и лица. Какие чувства он вызывает. Не залипайте ни на одном образе. Мне просто нужно, чтобы включались сразу несколько способностей воспринимать. Воображать и чувствовать. Вы представляете что-то и отмечаете, какие эмоции это вызывает, что вы чувствуете в связи с этим. Не залипайте в этом. Лучше дышать вместе с этими волнами. Глубоко и непрерывно. Как дышит спящий человек. И вы прикидываетесь спящий, играя в игру, как будто на спин. И шумное, длинное дыхание. Это именно дыхание спящего человека. Оно живое, здоровое и полное. В нем есть ритмичность, убаюкивающая ритмичность морского прибоя. И глубина, и жизнь. По правде, никто не спит, расслабившись, почти не дыша. Это апния, это проблема дыхания. Спящие люди расслабляются глубже, они слышат довольно глубоко и шумно. И так мы определяем, прикидывается человек спящим или спит на самом деле его дыхание шумно. И играя в игру, мы прикинулись спящими и видящими сны уже на самом деле. В нас что-то живое и внимательное выхватывает, что нам нужно. Мы пытаемся воображать, чувствовать, ощущать одновременно, дышать и расслабляться. Отлавливать моменты без мысли. Пускать свои мысли течь свободно. Скорее ассоциативно или метафорически превращаясь в образы. Чем стараясь выстраивать крепкие цепочки. Ожидая, что внимание само вылавливает то, что вам нужно. В каком сновидении вы бы хотели оказаться? И пусть ум отдыхнет, если ему трудно сразу выбрать что-то. Пусть образ появится первым. Зная о том, что у каждого типа сновидений есть свой потенциал. Как у тех описанных выше кошмаров. Потрясающие возможности. Позволить себе покачиваться на волнах воображения. Как океаны, море. Греться под солнышком. Позволить себе фантазийным образом удовлетворить какую-то потребность, которую мы, может, не осознаем прямо сейчас. То ли отдыхнуть, то ли удивиться. А возможно, как в древнем мифе, в древнейшей сказке о создателе, вы почувствуете, что часть вас, как древнейший бог-создатель, спит и видит сни, фантазирует, растворяется. Но его беспокоит некая частичка жучок. Муха. Досадное, отвлекающее внимание переживание. Раздражитель. Вы можете переключить внимание именно на этот раздражитель. Какие образы появятся. На что это похоже. И вы прислушаетесь к телесным ощущениям. И как в волшебных методах психотерапии мы обращаем внимание, что ты чувствуешь в связи с этим. Сосредоточься на этом ощущении. Эмоциях, связанных с ним на зубе. Сосредоточься внимательно. Не пытаясь с этим бороться. Ощущая в полной мере, что там происходит. На что похоже это ощущение в теле. Метафора может быть. Если бы это была энергия, какая была бы эта энергия. Она двигается вверх, вглубь, сжимается, пульсирует. Поднимается, расширяется, растворяется. Будет. Дрожит. И вы слушаете многообразные ощущения тела. Симфонию переживаний. И если вам повезет, вы можете объединить несколько процессов. Слушать меня. Вместе с моим голосом. В мелодике голоса. Расслабляться в этом ритме волн. И чувствовать, какие ощущения в теле меняются. И в связи с голосом. И сами по себе. И какие образы в связи с этим проявляются. Возможно воспоминания. Возможно фантазии. Да. Из ощущений разворачивается сновидение. И в снах мы обнаруживаем нашу связь. Те сны, из которых сотканы наши образы, тревоги, страйки, те сюжеты. Это что-то, что было. Что мы читали, что мы слышали. Что бывает из года в год, из поколения в поколение, из лета в лета. И что отражено в мифологии и сказкой. И ваши ощущения переживания сейчас тоже могут быть похожи по ощущению на какой-то драматичный момент или прекрасный момент какого-то произведения искусства. Сквозь ткань которого прорывается миф. Древнейшее сказание. И древнейший рассказчик обращает внимание на то, что каждый рассказ погружает вас и поднимает ваши личные вопросы и извечные вопросы. в какое переживание вы готовы погрузиться. И представим себя двери в мир, за которым ваши сны с загадками, посланиями, откровениями, шутками от хозяйки сновидений. Вы можете вообразить и самого режиссера, саму хозяйку сновидений. Вот кто важнее всего в этих путешествиях. И старайтесь не столько придумывать, сколько задать эту идею и дождаться, пока воображение дорисует. И если в любой момент вы растворитесь в образах, фантазиях, потеряете мою речь, я уверен, что это будет сильнее и важнее. Уходите в сновидение. Парфис. Возвращайтесь, когда придет время. Запись, то есть это будет. Можно говорить, не возвращаться. И попробуйте примериваться, какие ощущения в теле будут появляться от очередных моих слов и идей, которые я предложу. Какие-то в руках, какие-то в ногах. Из них могут появляться образы фантазии. Мы развиваем вот эту самую координацию, эту самую полезную, прекрасную гипнабельность. Координацию мысль, ощущения. Телесная реакция, образ, фантазия порождает новые мысли, ощущения, реакции, воспоминания. И вы можете плыть по этой реке свободных ассоциаций, выбирая направление или отпуская их себя. Вы можете представить себе, как плыть по реке, по течению, расслабившись что-либо, это же так. Наблюдая и небо, которое плывет над вами, покачиваясь. Или любопытно оглядываясь, что будет на следующем изгибе, за следующим оборотом реки. пейзаж изменится. Будет ли этом место для фантазии, для чудес, для сказочного? Или там будет больше обиденного, профанного? Какие эмоции это у вас вызовет? Пусть эти эмоции превращаются в образ. И как мы уже помним, нам важна вся межэнсцена и главный герой, как в сказках нашего детства, как в фантазиях. Тот, с кем мы идентифицируем себя, а это не всегда однозначно. Так и тот, кто ему противостоит. мы не осознаем той силы, с которой связаны наше глубинное нутро, наша тень. И это тот, кто противостоит, кто помогает, подсказывает, тот, кто удирает. И оживляя свое воображение, вы можете почувствовать, что воображать можно в фантазиях визуально и запахе. Какие бы запахи подошли к вашему образу или повлияли на него. Можете ли вы почувствовать запах свежей выпечки? с коричкой или запах арбуза? Вызовет ли этого желание сглотнуть и даже вкус? Но у кого-то будет образ, соответствующий сырому подвале и соответствующий запах. И иногда вы не чувствуете что-то что-то отдаленно похожее на него. Мы тренируем эту координацию, способность переключаться. Это волшебство. И тогда любая терапия с вами работает настолько интенсивно, продуктивно, точно превращаясь в волшебство. Алхимию. А можно еще ощутить вот вот это самое тело сновидений. И где бы вы не захотели оказаться в этом образе фантазии, то ли на берегу, то ли в лесу, сказки, вы можете ощутить то тело, в котором вы там, нынешнее, детское или героическое, сказочное, волшебное. Даже примерить на себя то, что вы еще не пробовали. И попробовать двигать тем телом, оставив это тело физическое, в покое. Пошевелить пальцами, вдохнуть, оглянуться, осмотревшись, увидеть, что вокруг. Сделать один шаг, второй, третий и почувствовать, хочется ли валяться и греться на солнышке, или бродить, обмочить в воде, в теплой воде, почувствовать прохладный ветерок, в теплой воде. И сделать еще больше движений, вдруг занять место в этом удивительном, фантастическом пространстве, занять нем место, поиграть в игру, там целый мир, свои ландшафты, свои законы. И он отчасти подвластен вам, но отчасти он подвластен каким-то чудесам, темным, светлым, режиссером, хозяевом сновидений, духовных законов, потрясающих практик. И не обязательно успевать все за каждые фразы, и пусть внимание пропускает все, что успеет вас попасть и пробудет вас воображение, желание следовать и пропустить все лишнее. Идите за приятным. Это традиция ночных баек. И позже я еще буду вплетать старые мики, древние сказки, новые истории и рассказы от хранителей древних современных фразы. Лариса Тинкова из Джозефа Кэмбелла, Луис Мэл Мадрони и древние мифы, которые не связаны ни с такими авторами. Пересмотреть сказки, на которых мы вернулись. Сказки вашего яска, возможно, сценарий, который вдруг откроется, вспомнить и пересказав эти сказки. Зная о том, насколько сильна потрясающая мощь древней традиции сказок и истории. И первый рассказчик Ворон Тойот правен по возрасту создателей. создателю жизни, тому, кто передает и формирует правила, тому, кто нас спасает от ужаса перед неопределенностью, рассказывает истории сказки, о том, как поступать, о том, что бывает, о последствиях, о испытаниях, о том, что бывает все у нас на своих местах даже не относимо, о том, что приходит и нас самому решать. изначение непонятно. Прямо создать и участвовать в тени этих чудесных словах. реальных и реальных. Пусть уважения и те сны, которые вас затягивают. нечем. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходит время уходить в свои миры. Приходит время погружаться, отпускать самостоятельно. Возможно, вам интересно будет вернуться к этой записи, поиграть с ней, дать себе помощника в засыпании, в креативном засыпании с настроем на важное, на удивительное, на волшебное. И формировать чудесные навыки координации чувств, эмоции, ощущения и переживания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...